что же мои дорогие друзья приветствую вас категорически и бесповоротно с вами артемий и это значит что мы сегодня разберем с вами новую интересную функцию если вкратце то нам с вами предстоит разобрать функцию включения эффекта огня через прохождение определенной модели или детали идея заключается в том как интегрировать да или как правильно использовать эту интересную механику при создании своей игры например это может быть квест или это может быть квест хоррор что-нибудь такое давайте я покажу некоторые заготовки которые я сейчас сделал вне записи этого великолепного видео смотрите давайте нажмем play немножко посмотрим мы с вами появляемся в лесном домике вечером вот и у нас есть подруга которую зовут эш эшли это было бы одним из неплохих начал вашего хоррора давайте посмотрим просто на диалог и так нажимаем на диалог привет артемий рада видеть тебя здесь мы говорим наверное ты замерзла да в этом доме прохладно принести дрова да это было бы круто мы растопим камин сильнее тогда я пошел да хорошо я поищу дрова здесь то есть она нам говорит о том что она где-то что-то еще посмотрит вот и мы такие соответственно не что не подозревая идем идем в сторону леса чтобы найти дрова и так это наше начало как же мы можем раскрутить далее наш хоррор с каким-то крутым поворотом события внедрив вот эту интересную механику давайте посмотрим первое что нам нужно сделать создать как бы источник огня как мы это делаем мы с вами это делаем достаточно легко давайте включим explorer для того что все таки он у нас был мы берем с вами создаем деталь которую назовем легко просто и непринужденно это будет деталь парт 1 что делается мы с вами создаем через парт блок скейлом его растягиваем допустим приблизительно вот таким вот образом вот он парт ренеем его фарт 1 ренеем парт 1 конечно же мы ставим его также на энчер мы через меню properties можем первое это конечно же выкручиваю transparente в один чтобы деталь не было видно и на всякий случай отключу ей свойства can collide чтобы была возможность проходить через нее потому что если сейчас я пойму что объем огня не такой большой я за счет объема детали попробую его увеличить но так как нам нельзя чтобы наши персонажи сталкивались там внутри этой детали то соответственно я сразу отключу есть свойства can collide перед этим соответственно я все-таки дам ей сразу эффект фаера огонек включаем смотрим ага ничего не видно ну что там немножечко тут как бы появилась как будто бы то есть наша с вами задача создать ситуацию чрезвычайного положения сейчас вы увидите смотрите я выкручиваю fire допустим самый максимальный размер по моему высота огня достигает 25 и сайс по моему 30 ну-ка давайте сделаем о вот все ничего себе максимальный пожар как говорится пошел но что я сделаю до соответственно с этим эффектом я его конечно же пока отключаю также соответственно я дам парту плюсик и даю скрипт зачем и почему давайте расскажу позже то есть сейчас наша задача просто сделать определенную подготовку и так у нас есть деталь part 1 у нее есть эффект фая огонь который отключен деталь part 1 выкручена в transparente то есть в невидимости в в единицу полная невидимость и дан документ скрипт по задумке по моей задумке что я буду делать я буду идти 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 буду допустим понимать она там направо пойдешь ничего не найдешь налево пойдешь лесопилку найдешь вот соответственно я поверну налево здесь предварительно я тоже подготовил смотрите такую маленькую красивую изящную лесопилочку и как бы вижу первую охапку дров которую могу взять взял я эту модель дров из тулбокса но я добавил эту модель дров в давайте вам покажу я добавил эту охапку дров firewood в тул который создал от workspace и дал также тулу этой детали handle как вы помните когда мы даем любой детали парт наименование handle и устанавливаем ее в тул у нас появляется возможность как бы этот предмет взять и поэтому я handle связал с моделью firewood через wild constraint и таким образом у меня появилась возможность как бы забирать эту охапку сейчас вы это увидите я продемонстрирую нам нужно создать такую неочевидную чрезвычайную ситуацию я предлагаю допустим сделать так что после того как мы там соберем какие-то определенные дрова возвращаться назад нам было бы длиннее чем просто пойти прямо вот в эту опушку леса что мы с вами и сделаем нам нужно какое-то заграждение пройдя через которое мы включим эффект файл смотрите я беру опять беру блок вот он он у меня делаю его там тоненьким и не важно что эта деталь как бы входит в игровые текстуры ничего страшного почему значит во первых я переименовываю ее в парт 2 второй момент также ей через properties наш любимый прекрасный делаю полную невидимость ставлю ее на энчер чтоб никуда не делась никуда не упала и здесь уже сто процентов нужно отключить галочку в свойстве can collide чтобы не мне было столкновения что была возможность проходить как говорится как нож сквозь масло но как вы понимаете на этом все дело не закончено нам теперь нужно с вами поработать со скриптом дело в том что у нас есть такой урок интересный скрипт скрипт с помощью которого огонь зажигается при приближении игрока и в уроке алгоритмики в нашем курсе game design здесь этот скрипт применяется к факелу который должен зажигаться если ты вступил на невидимую деталь которая называется аре вот так давайте возьмем за основу этот прекрасный скрипт смотрите я его копирую и здесь в скрипте его вставляю но что нам здесь нужно сделать во первых game workspace нет арч а какую деталь мы с вами должны поджечь мы должны с вами как бы поджечь дом а это деталь part 1 прекрасно а какая деталь будет включать эффект огня конечно же part 2 вот этот невидимый глазу барьер который мы как бы проходим давайте мы наверное с вами дорогие друзья протестируем штуку которую мы только что с вами написали этот скрипт я могу отдельным файлом типа ссылки оставить внизу в описании нашего видео вот и давайте тестировать итак ну давайте еще раз все таки для нашего сюжета мы поговорим с эшли привет артемия рада видеть тебя здесь наверное ты замерзла да в этом доме прохладно принести дрова да было бы круто мы растопим камин сильнее тогда я пошел хорошо я пока поищу дрова здесь где она правда и будет искать непонятно ну наверное может быть что-нибудь где-нибудь то найдет итак мы с вами ничего не подозревая просто проходим прекрасный мост наслаждаемся окружающий нас природой вот и соответственно смотрим направо идем давайте наша присказка ничего не найдем налево пойдем и лесопил очку найдем так ага вижу лесопилка то есть значит здесь кто-то прям занимался вот вырубкой вот этих вот прекрасных сосен елочек ага вот смотрите значит модель у меня берется в руку я ее просто кладу в инвентарь иду дальше думаю ну как бы одной охотки дров слишком мало о прям вижу что здесь кто-то занимался этим прям максимально круто и собираю 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 все дрова так ну что же тогда понимаю что могу вернуться к эш и наконец-то мы все-таки согреемся я спокойненько прохожу думаю что через опушку но 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 вижу что дом загорелся и бегу спасать эш вот такие дела дорогие друзья вот такой вот эффект огня пожарище включился у нас видите мы прям осуществили это так чтобы это именно было как бы со стороны камина то есть прям четкая точка возгорания которая потом может воспламенить весь дом поэтому я считаю что это очень неплохая интеграция и возможность использовать казалось бы простой и базовый скрипт о включении эффекта через другую деталь да то есть одна деталь включает у другой эффект огня другие друзья пишите в комментариях как вам удалось более интересным образом использовать данный скрипт и отправляйте ссылочки на опубликованные проекты внизу под описание этого видео а я с вами прощаюсь но совсем ненадолго пока пока